У жителей Коми есть еще день, чтобы отдать свой голос за самого народного участника 19-го международного конкурса юных вокалистов на приз Ольги Сосновской. В 21.00 5 декабря закончится голосование, которое проходит в режиме реального времени на канале конкурса в YouTube. Тот, кто наберет наибольшее количество лайков к видео и первого и второго туров, станет победителем в номинации приз зрительских симпатий. Продолжит Елена Кононова. Вокальное сочинение в легкой дымке Роберта Шумана в исполнении 9-летней участницы из Челябинской области. Валерия Архипова самые высокие ноты берет не хуже любой оперной девы. При этом чего не хватает тут, так это овации зрительного зала. Девочки аплодируют разве что члены жюри. Впервые участники конкурса юных вокалистов общаются исключительно через мониторы компьютеров. Выступление каждого солиста записано. Требования к видео самые жесткие. В кадре исполнитель должен быть полный рост. С головы до ног. На заднем плане ничего лишнего. Исполнение конкурсной программы только под рояль или фортепиано. И никакой фонограммы. Лекции и мастер-классы тоже только в онлайне. Это известная певица многих европейских оперных театров. Мэтца-сопрано из Швейцарии. Светлана Афонина свой опыт передает юному поколению. Следующий момент. Когда мы здесь определились. То есть у нас здесь мягкие связки смыкаются мягко и эластично. Через вот это движение, через ослабление. И после этого мы определяем уже маску. Настоящая россыпь талантов. Так музыкальное состязание назвал один из членов жюри. Один лучше другого. Поэтому из 123 участников первого тура во второй попало так много вокалистов. 77 человек. Больше всех юными дарованиями восхищался и солнечной Флоренции. Симона Мария Марциали. Особенно его вдохновила 10-летняя девочка. Для нас это было немного странно. Потому что в Италии занимаются музыкой. Особенно вокалом. Уже более взрослым, да? В зрелом возрасте. У ребенка 10-летняя песня для маленьких детей. В возрасте 10-летняя это еще ребенок, правильно? И у нас дети поют неполитанские песни. Или какие-нибудь там современные песни. Но не как уже классическую музыку. Но вот эта девочка, этот ребенок, ей всего лишь 10 лет. И она для меня артистка с большой «А». В ней все, что должен иметь артист. Самому конкурсу уже больше четверти века. В первом состязании, которое проходило в Винте, участвовали лишь 6-летние малыши. Призами были мягкие игрушки. Сегодня вокалистам от 9 до 21 года. За два десятка лет конкурс вырос до международного уровня. Многие из победителей и призеров навсегда связали свою жизнь с искусством. Не только на сцене театра в нашей стране, но и за рубежом. Чао, ребята! Сиете пронти перель конкурсо? Ребята, всем привет! Меня зовут Мария Крылова. Я сопрано. Я участвовала в конкурсе юных вокалистов на приз Ольги Сосновской в 2012 году. Тогда для меня это был первый серьезный юношеский конкурс. С два тура, с высококомпетентным жюри, с мастер-классами. Поэтому даже само участие я воспринимала как большую удачу и возможность научиться чему-то новому. В 2014 году я уехала в Италию. Уступила там в консерваторию имени Аркандиро Корелли в городе Мессина. 6 декабря зрители Юргана узнают имена победителей 19-го международного конкурса юных вокалистов. Наш телеканал покажет галоконцерт в прямом эфире. А пока есть еще целый день, чтобы успеть отдать свой голос за участника, который, по вашему мнению, достоин приза зрительской симпатии. Елена Кононова, телеканал Юрган. Субтитры создавал DimaTorzok